Аклетизм, бодибилдинг, культуризм У этого явления несколько общепринятых названий и, по большому счету, тысячелетняя история Соревнования силачей проводились всегда и везде Но только к концу позапрошлого столетия вид мужского тела стал приобретать значение в глазах публики Богатыри с безразмерными формами, вроде Людовика Сира стали уступать место настоящим красавцам, вроде Евгения Сандова В конечном итоге выдающийся силач Фридрих Мюллер который носил псевдоним Юджин Сэндоу придумал новый термин бодибилдинг, которым назвал свою систему тренировки атлетов Первые соревнования это были в 1902 году на звание «Лучшесложенный мужчина Великобритании» который проводил Евгений Сандов а главным судьей был Артур Конандуэль Само словосочетание складывает образ англоязычный бодибилдинг значит телостроительство по-русски это была атлетическая гимнастика ну вообще это прошло глубоко далеко раньше еще до революции и с той же Россией это когда-то те же борцы и поддубные перед тем как даже бороться демонстрировали свое тело, свои мышцы потому что понятие человека то бишь он должен физически хорошо быть не просто сильный, но и физически должен выглядеть сильным представители довоенного времени такие как Джон Гриммик это самый известный, наверное, человек потому что это единственный человек который был мистром Америка два раза боясь, что Джон Гриммик и дальше будет вот как на Олимпии, когда много раз завоевывают то организаторы и судьи решили этот титул присваивать только единожды Черт Йортом, Стив Станко это вот были люди, которые из себя сделали атлетов у, например, у Стива Станко была болезнь болезнь ног он, прилагая боль проводил тренировки и забрал много титулов новый толчок в своем развитии культуризм получил в 50-е годы прошлого века тогда, как, впрочем, и почти всегда моду в новом виде спорта задавали американцы справедливости ради надо отметить большей частью европейского происхождения символ атлета наших дней Арнольд Шварценеггер в ту пору, будучи мальчишкой с восхищением следил за карьерой Стива Ривза и Рега Парка оба красавца были вне конкуренции в середине 20-го столетия неудивительно, что именно они сыграли в кино роли Геркулеса причем логично, что их примеру в свое время последовал и Арнольд, чья карьера в Голливуде началась именно с образа древнегреческого богатыря само собой, сам многократный мистер Олимпия долгие годы был источником вдохновения для пионеров белорусского бодибилдинга первые наши выезды были в Литву соревнования, там проходили Клайпедия, янтарный приз вот там первые наши были попытки завоевать, так сказать культуристический Олимп у нас, так сказать, на советском пространстве развитие пошло с нескольких клубов которые там подпольно занимались подпольно тренировались мы подпольно ездили группа единомышленников на неофициальные чемпионаты Советского Союза это они проходили в Таллине проходили в Клайпеде в Каунусе то бишь и там их проводили то бишь собиралось достаточно большое количество спортсменов в категории было доходило до 30 человек в категории было немного всего лишь 4 75 там 82 90 и свыше ну большое количество съезжали со всего Советского Союза распространение фоков, так сказать, в Беларуси да, повлекло за собой распространение и бодибилдинга потому что фоки тогда ассоциировались ведь с чем? с качалками еще не было тогда аэробики зачатки будем так говорить ритмической гимнастики да, они пошли только в начале 80-х годов если вы помните в советские времена заниматься строительством своего тела могли только настоящие эстеты от физической культуры современным качкам недовольно бурчащим что-то по поводу недостатка хорошего оборудования в залах и низкого качества продаваемого протеина стоит лишний раз вспомнить тех, кто в конце 70-х свой крохотный зальчик оборудовал сам снимая мерки с товарищей чтобы сделать что-то похожее на силовые тренажеры тех, кто за свои деньги отправлял друзей на соревнования а сам в это время разрывался между работой и тренировками а сначала в минске мы создали атлетическую гимнастику федерацию комиссию я бы так сказал при федерации тяжелой атлетики а потом это стало в атлетизм перешло потом создалась первая федерация СССР мы в Кубинке ее создавали и я там участником был Володя Дубинин Валера Богданович Владимир Федюк Артур Рашков создавалась тогда федерация СССР и первым президентом федерации СССР тогда стал господин Тамар Лаков на специальности спорта комитета спорта СССР представлял а потом стал Гласов Юрий несмотря на сравнительно молодой возраст белорусского атлетизма нам уже есть что вспомнить в галерее славы золотыми буквами написано имя Николая Шила первого белорусского чемпиона Европы завоевавшего этого звания на континентальном турнире в Осло вот у меня сейчас как перед глазами бомбоубежище открывается дверь потому что бомбоубежище надо было спускаться значит появляется фигура женщины капитана милиции такая массивная она становится так в сторону немножечко протягивает руку и так вталкивает парнишку какого-то который так сбежал по этой лестнице вот это вот так вот попал Николай Шила ко мне в зал потому что нам приходилось работать с детской комнатой милиции они к нам приводили трудных подростков вот он один из таких подростков оказался а трудный подросток значит в нем было упорство достаточно для железа призерами чемпионатов мира и той же Европы становились Алексей Шабуня, Александр Вишняк, Вадим Власов, Андрей Аксамит определенный опыт есть и у руководителей федерации которые вложив часть личных средств провели в Минске состязание лучших культуристов любителей старого света прошедший 12 лет назад европейский форум наглядно показал что в случае привлечения частных финансов в такие мероприятия контроль над выполнением работ ужесточался и в конечном итоге это благотворно сказывалось на качестве организации успех проведения чемпионата Европы 2002 года в столице стал хорошим аргументом в пользу тех кто ратует за прием в Беларуси лучших атлетов мира не секрет что в культуризме фармакология все-таки занимает особое место чтобы выступать на высоком уровне без химической поддержки увы не обойтись любые спортсмены профессиональные которые занимаются для того чтобы достичь какой-то результат хороший результат то есть обязательно нужно употреблять препараты которые способствуют быстрому восстановлению организма вот без этого никак надо очень жестко бить по рукам те кто продает фармакологию несовершеннолетним даже двадцатилетним я не считаю что это еще такие великие спортсмены и исчерпавшие так сказать свой весь натуральный запас я считаю что фармакология должна идти помощь атлетам сколько существует современный бодибилдинг столько и продолжаются разговоры о его вхождении в программу олимпиад но как нам кажется в ближайшее время на это рассчитывать не приходится помню ушедшего из жизни Джо Вейдера который почти в каждом номере журнала маслом фитнес написал дорогие наконец-то мы на пороге наконец-то мы вот сейчас вступим в семью вот мы вот еще там и этого не происходило я думаю что это не произойдет потому что во первых пока что еще бодибилдинг без контроля допинг комиссии и прочее это конечно все хорошо но это этого недостаточно нет работы на местах культуризму я знаю изнутри что 90 процентов культуристов даже и не думают об этом им это не надо красота понятие относительное но выставляя оценки судьи обязаны руководствоваться четкими и понятными правилами для меня это симметрия для меня это качество мускулатуры объем мускулатуры и немаловажный фактор умение подать себя на сцене то есть показать то что наработано в зале сухость пропорции и объемы и сразу человека когда я увижу я тоже могу то есть определиться как он идеален он или нет какие у него недостатки то есть потому что у меня уже профессиональный я уже 20 лет в этом спорте поэтому я сразу вижу это то есть у человека должны быть широкие плечи узкая талия и большие ноги ну то есть как бы в целом все должно выглядеть гармонично большую роль играет личная харизма и атлетизм атлета но история знает примеры когда победу одерживали и без этого звездного набора я думаю что если будут стоять на сцене очень похожие по своему физиологичному и культуристическому развитию села например сегодняшний фил хит и кай грин да то тот или иной судья даст предпочтение там брутальному харизматичному каю или более эстетичному более компактному хилу культуризм вообще а не профессиональный тем более известен своим консерватизмом взглядов и лоббированием интересов за 3-4 месяца до старта турнира можно без особого риска ошибиться назвать тройку будущих призеров совершенно верно можно с определенной долей вероятности пятерку а даже может быть и шестерку говорить что это будет вот таким образом надо только посмотреть кто за каждым атлетом или вернее какие колоссы фирмы стоят за каждым из атлетов культуризм как известно есть не только мужской но и женский хотя бывали времена когда одно от другого можно было отличить только по элементам одежды выступающего на сцене женский культуризм это очень красивый эстетичный вид спорта если девушка понимает что она должна представлять данный вид спорта не превышая пределы разумного к сожалению это не всегда происходит и поэтому происходит вот те метаморфозы о которых я говорил как лица выше опять же я во главу угла независимо от вида спорта здесь ставлю женственность пластику а потом уже и накачку мускулатуры и качество мускулатуры и все остальные критерии которые присущи культуристу фитнес бикини это очень интересные то есть где не нужно там раскачанное тело а просто стройная красивая фигура то есть девушка там достаточно походить если у них хорошие генетические данные то есть ей достаточно там пару месяцев походить в зал подтянуть то 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 с хорошим тренером и все и в принципе можно ехать на соревнования выступать а именно к культуризму женскому я отношусь очень плохо то есть мне не нравится тренированное тело спортивное тело оно всегда отличается естественно нужно знать грань нужно знать предел и оставаться женщиной в любой ситуации опять же для того чтобы нравиться чтобы нравиться всем культуризм очень индивидуальный вид спорта и хотя многие со стороны позволяют обвинять атлетов в нарциссизме знающие люди могут подтвердить бодибилдинг не мешает а способствует правильному развитию личности а на уровне фитнеса кое-что подправить в своей ментальности могут все желающие причем вне зависимости от пола и возраста и